Добрый день! Меня зовут Евгений Божьев. Сегодня я хочу ответить на многочисленные вопросы по поводу аллергии. Дело в том, что есть аллергия, но она бывает достаточно редко. Аллергия это как раз и есть, если помните, есть такие понятия антигена, антитела. То есть аллергия это и есть как раз выработка антитела в ответ на воздействие какого-то антигена. Это очень четкая постоянная реакция, которая образуется с самого детства. И во взрослом возрасте вновь аллергия не проявляется, то есть она всегда тянется с детства. И достаточно редко эта вещь. Чаще всего, в 99% случаев, людям приходится сталкиваться не с аллергией, с настоящей болезнью, а с аллергической реакцией. Аллергическая реакция это совершенно другое. Это похожие внешне совершенно проявления, то есть какие-то кожные высыпания, отечности, вплоть до отека квинки может возникать. Но эта реакция возникает достаточно спонтанно и непредсказуемо. Она может возникать в ответ на какие-то пищевые продукты, на запахи, практически на все, на что угодно. Причем сегодня может возникнуть на то, на что вчера не было, завтра возникнуть на то, на что-то третье, а послезавтра не возникнуть на то, на что сегодня возникло и так далее. То есть это вещь, которая то есть, то нет. Вот эта аллергическая реакция, она не связана с аллергиями непосредственно с образованием комплекса антиген-антитела. Это совершенно другое. Вот эти аллергические реакции, они причиной своей имеют грязный кишечник. Банально, как ни крути, но просто грязный кишечник. Подобные реакции у детей, когда еще кишечник, ясно, не мог никакой загрязниться, просто не успел. Потому что ребенок маленький, только родился или 2-3 года прожил. У них это возникает из-за того, что женщина поздно родила. То есть там существуют такие вещи. То есть у женщин есть система детоксикации месячной. К моменту наступления месячной токсины организм женщины собирает в эндометрии. И с наступлением месячного кровотечения все эти токсины из тела матки, отслоившегося эндотелем, все это уходит, выбрасывается из организма женщины. Таким образом, проводится детоксикация ежемесячная. Если женщина рожает поздно, то получается ситуация, когда ее организм уже загрязнен. И, соответственно, поскольку 9 месяцев ребенок находится в полости матки у женщины, там продолжают накапливаться токсины все 9 месяцев. Но вывода этих токсинов из матки уже не происходит, месячных нет. Соответственно, ребенок фактически растет вот в этом самом грязном месте, в котором продолжают собираться все шлаки и все токсины у женщины. И если у женщины уже не молодая, 20 лет еще нормально, она много еще сама не набрала токсинов, но 25. Но если там 30 и старше, то к этому времени уже в организм женщины накопил огромное количество токсинов. И, естественно, все они собраны в матки. И ребенок вот 9 месяцев во всем этом безобразии у этой грязи растет. Поэтому, естественно, что его тело, поскольку связь его системы кровоснабжения с системой кровоснабжения матери есть, и все питательные вещества от матери переходят к нему, и переходят не только питательные вещества, но и то, чем все шлаки, все грязи, которые забит организм матери. К сожалению, так. И вот ребенок вот в 9 месяцев загрязняется, загрязняется, загрязняется токсинами, которые есть у его матери. Поэтому, когда он рождается, у таких детей практически почти у всех сразу же, как правило, идут аллергические реакции. Так называемые диатезы, он нас называет. То есть постоянно одно, другое, пятое, десятое, все время постоянно ребенок в диатезах. Вот это связано с тем, что его организм загрязнен еще из матери, еще в внутриутробном периоде. Именно поэтому лучше рожать раньше, а не позже. Почему? Потому что вы сразу же как бы лишнюю грязь ребенку не передаете. Так вот, у женщин есть вот такой механизм детоксикации. Но у взрослых людей у всех проблем аллергических реакций всегда именно грязный кишечник. На кишечнике у нас есть тонкая кишка, есть толстая. Соответственно, чистить каждую по-своему. Чтобы убрать аллергическую реакцию, нужно почистить кишечник. Тонкую кишку удобнее всего. Самый простой вариант – сорбент. Какой вам удобно, какой вы хотите. Это может быть уголь активированный, полифипан, энтеросгель. Сейчас в аптеках полно всевозможных сорбентов. Тонкая кишка чистится сорбентом. Единственное, только если возьмете уголь, имейте в виду, что там должна быть достаточно дозировка. Да и вообще в остальных сорбентах тоже важна дозировка. То есть суть сорбента, что он делает, каким образом он чистит, он связывает на себя, собирает на себя то, с чем он сталкивается в кишке. Поэтому, во-первых, до сорбента где-то часа три и после сорбента часа три ничего есть нельзя. Почему? Потому что иначе он будет собирать на себя, связывать не то, что в вашем кишечнике там накопилось всякое, а он будет связывать на себя пищу, которую вы приняли, которую он догонит или которая его догонит. Он ее будет на себя сорбировать, вместо того, чтобы сорбировать накопленную в кишечнике грязь. Поэтому сорбент идет один. Конечно, делать каждый день это не надо, но достаточно повторять эту процедуру несколько раз, раз в неделю, например. Таким образом сорбентом чистится тонкая кишка. Толстую кишку традиционно клизмой самый простой вариант. Можете туда что-то добавить, воду в клизме, например, немножечко соды, чуть-чуть подщелочить, потому что у нас как раз выходной отдел кишечника, то есть прямая кишка и сигмовидная кишка должны иметь щелочную среду. Поэтому если вы немножечко подщелочите, вы поможете им работать и будет только на пользу. Можете добавлять его какие-то травки. Можно, если есть тенденция к раздражению прямой сигмовидной кишки, можно добавить что-то вяжущее. Вольховые шишки, кору дуба, то есть какие-то вяжущие вещества. У нас не настойка, вернее, а отвар этих травм. Только немного, не переборщите, потому что ничего лишнего в толстой кишке тоже не должно быть. То есть вот таким образом очищается кишечник и таким образом вы совершенно легко справитесь с аллергией. Для того, чтобы больше не было, лучше всего, если вы еще к этому добавите, измените немножечко свой рацион. Ну, например, увеличение свежих овощей, кроме картошки. Свежих овощей в своем рационе не меньше половины, чтобы они были. Лучше, если 70% рациона составляют свежие овощи. Оно тоже восстанавливает чистоту кишечника. Они, поскольку там много клетчатки, они, когда проходят по кишечнику, тоже его чистят. И если вы постоянно будете достаточно много есть свежих овощей, то это приведет к тому, что у вас аллергических реакций не будет вообще. Точно таким же образом, кстати говоря, лечится очень хорошо полиартрит. То, что у нас доблестные доктора уже говорят о ревматоидной полиартрит. Очень хорошо лечится как раз именно увеличением овощей в рационе. Буквально за пару недель можно избавиться от этой болезни. Потому что это тоже все полиартриты, это тоже аллергическая реакция, только которая проявляется конкретно уже в суставах. Она связана, опять-таки, банально с тем же самым грязным кишечником. Вот таким образом вы совершенно несложно сможете избавиться от такой проблемы. Всего вам доброго.